По его законам и по тем законам, которые человек постиг и которые он транслирует из поколения в поколение, человек с помощью этих законов и с помощью личного своего абсолютно личного индивидуального аппарата это дело все преобразует, транслирует и таким образом прикасается к чему-то божественному. Вообще, творение и сотворение вещи очень близкие, они почти синонимы. Господь Бог сотворил мир, все его многообразие, архитектор, творец этот мир постоянно ре-визирует, ре-транслирует, ре-организует, ре-конструирует, реновирует. Ре-визирует и так далее, бесконечно ре, то есть переделывает, переделывает под себя, потому что каждый человек отличается от другого человека, у каждого человека свои мысли, свои поступки, свои реакции, свои амбиции. Поэтому любой архитектор, все что он делает, он в первую очередь ре-транслирует себя в этой архитектуре. Для меня это очень важно. Для меня в архитектуре самая важная фигура, это собственно сам архитектор, сам творец. И этот творец, этот архитектор должен в первую очередь понять, кто он такой сам, кто он такой, для чего он живет и творит в этой профессии, чего он хочет получить от того, что он делает, какие практические или человеческие результаты. Зачем он это делает, для кого он это делает и как он это делает. Вот эти все вопросы, это собственно говоря и есть составляющая профессионализма и составляющая ремесла. И если ремесло в первую очередь отвечает на вопросы, как это сделать, как, когда и с помощью чего, то вопросы, зачем, почему и от чего, эта составляющая, она на самом деле такая морально-нравственная составляющая профессии, потому что она соотносит архитектора к времени, месту, государству или стране, в которой он родился, к ее религиозно-социально-политическому устройству, к этническому строению, к культуре, к определенным нравственным или каким-то этическим законам по отношению к использованию жизни в природе, к ее ресурсам, к использованию материальных средств и так далее. Естественно, архитектор не может быть абсолютно свободен, то есть, как бы, вся его составляющая, как бы, личная и общественная, она всегда находится в определенном взаимодействии, в определенном конфликте. Бывает, что, как бы, личная составляющая превалирует, и тогда человек, как бы, и архитектор, и любой художник, как бы, живет вне общества. Ну, пожалуйста, там, помните Юрия Платонова, да, там, Челенгоп, Котлован. Человек жил, как бы, жизнью общества, но при этом говорил Бог весь на эту штуку, я имею в виду просто, совершенно, как бы, живя в отдельном мире. Архитектор так может жить? Может жить архитектор, пожалуйста, вот Леонидов, Иван Леонидов, пожалуйста, абсолютно так, абсолютно тоже. То есть, как бы, человек живет гигантским своим каким-то внутренним миром в соответствии со своими личными какими-то, личными планками, личными законами, личной требовательностью к себе, личным таким просто внутренним огнем, который его там одновременно и греет, и сжигает. Вам близка эта позиция или нет? Я отношусь, я просто отношусь к этому с большим уважением, потому что для меня, на самом деле, жизнь личности, да, жизнь человека, имеется в виду не личная жизнь его, да, а творческая жизнь, его какие-то... глубина его каких-то переживаний, глубина его высказываний, глубина его страдания, или глубина его индивидуализма, да, глубина его неповторимости, или масштаб его неповторимости, масштаб его уникальности и индивидуальности для меня самое важное, как бы, в Творце. Потому что, в первую очередь, Творец должен оставить какое-то послание, и все, что он делает, должно в первую очередь, как бы, обладать качествами этого послания. Это самое важное, самое важное, потому что это, собственно говоря, ради чего ты это все делаешь. Понимаете, можно там все это делать красиво, современно, уникально, неповторимо, да, но когда в этом нет смысла, в этом нет идеи, и в этом нет какого-то послания, месседжа, да, ну, как в стихах, да, вот, читаете стихи, и вообще непонятно, зачем они написаны. Они красивые, да, замечательно срифмованные, музыкальные, но совершенно непонятно, что там, что там, ради чего они написаны, что обожгло этого человека, ради чего это все, понимаете. Сейчас. Алло. Да.